Подзаголовок. Война с террором в городах со смешанным населением. Однако, во время этой операции, помимо ракет Хамаса и исламского джихада по нашим городам, мы столкнулись с еще одной зловещей угрозой. В Израиле есть несколько городов со смешанным еврейским и арабским населением. Обычно они сосуществуют мирно и гармонично. Теперь, в разгар боевых действий, группы радикально настроенных израильских арабов напали на своих соседей-евреев с автоматами, убивая их в многоквартирных домах и на улицах. Стрелки, часто представляющие собой смесь исламских радикалов и криминальных элементов, применяли незаконное оружие, широко распространенное в арабских общинах. Это беззаконие было гнойной язвой на протяжении десятилетий. Когда я вступил в должность в 2009 году, я обнаружил, что через 60 лет после основания Израиля у нас был только один полицейский участок в одной арабской общине – в галилейском городе Назарет. В течение следующего десятилетия мои правительства построили 11 дополнительных участков, добавили арабских полицейских и назначили араба заместителем начальника полиции. Полиция начала проникать в криминальные банды для сбора незаконного оружия, иногда вовлекая преступников в перестрелки. Одним из важных позитивных событий стало изменение отношения израильско-арабской общины. В течение многих лет они отвергали введение израильской полиции в свои общины. Многие интегрировались в израильское общество и хотели жить в безопасных районах, как и их еврейские коллеги. Большинство арабских граждан теперь хотели, чтобы полиция вмешалась в борьбу с беззаконными бандами, которые превращали их жизнь в ад. В 2015 году я также выделил арабскому сообществу 5 миллиардов долларов на поддержку инфраструктуры, образования и правоохранительных органов. Это было в несколько раз больше, чем совокупные расходы всех предыдущих правительств. Но задача борьбы с жестокими бандами в арабском сообществе была далека от завершения, и она встала перед нами в полную силу в разгар кампании «Страж Стен». Я отправился с заседания Кабинета безопасности в военном штабе Израиля в Тель-Авиве в штаб полиции по чрезвычайным ситуациям в соседнем лоде. Я приказал усилить присутствие полиции в смешанных общинах тысячами полицейских и пограничников и вызвал шабак для выявления зачинщиков. Хотя мы вскоре взяли насилие под контроль, рана все еще гноится и периодически кровоточит. Решение этой проблемы требует серьезных усилий по мобилизации национальной воли и ресурсов. Я был готов возглавить этот процесс после окончания боевых действий. Я не успел этого сделать. Меня клеймили истеричным лжецом. Беннет даже вышел в прямом эфире и подписал обязательства, которые он составил для зрителей, в котором он обязался ни при каких обстоятельствах не формировать правительство с левыми или с исламистами. Теперь он приступил к наглому нарушению этого торжественного обещания. Беннет занимал пост премьер-министра. Получив 30 мест, я снова стал лидером оппозиции. Новое правительство просуществовало всего год. Хотя ведущие обзреватели на Западе приветствовали его как продвижение единства в Израиле, оно сделало прямо противоположное. Он предал большинство еврейского электората и заключил договор с партией «Братья-мусульмане», чьи уставы, руководящие Исламистский Совет, официально привержены распуску еврейского государства. В течение нескольких месяцев Израиль пережил волну террористических атак, унесших жизни 22 израильтян. В городах и кампусах Израиля были подняты флаги ООП и Хамаса. Флаг Израиля был сожжен на Храмовой горе. В центре Иерусалима израильские граждане прятали израильский флаг, опасаясь палестинских бунтовщиков, размахивающих флагами ООП. Несмотря на прохладную оппозицию иранской сделки, против которой выступала большая часть общественности, позиция правительства в отношении Ирана была слабой и нерешительной. Это мало помогло остановить глобальный экономический кризис, поразивший и Израиль. Вместо этого правительство повысило налоги для малоимущих и выдало партии «Братья-мусульмане» чек на более чем 10 миллиардов долларов практически без надзора. Такое правительство должно было пасть, и оно пало. Его лидеры полагали, что как только будет сформировано правительство, правый блок рухнет и ликут вышвырнет меня. Произошло обратное. Блок устоял, и среди моих сторонников росла моя поддержка. Именно правительственный блок сдался, и были назначены выборы. С помощью способного Ярива Левина я возглавил очень дисциплинированную и сплоченную оппозицию, проведя много дней и ночей в Кнессете. Хотя нам не хватало нескольких мест, мы начали выигрывать один голос за другим. В дни, когда не было заседаний Кнессета, я путешествовал по городам Израиля и встречался с людьми, что гораздо легче сделать, если ты не премьер-министр, которого сдерживают меры безопасности. Это бодрило. Многие выразили свою поддержку и желание, чтобы я вернулся в офис. «Мы хотим вернуть нашу страну. Мы хотим снова чувствовать себя в безопасности. Мы хотим, чтобы наша гордость была восстановлена», — повторяли они снова и снова. Год вне офиса был временем для размышлений и восстановления сил. «Это отточило мое представление о великих задачах, стоящих перед Израилем. Противостоять Ирану, стабилизировать экономику и укрепить его конкурентные преимущества в качестве мирового лидера в новых технологиях, а также расширить круг мира, чтобы положить конец израильско-арабскому конфликту. Перерыв также дал мне то, чего я никогда не мог достичь, работая в офисе. Время для написания этой книги. За это я буду вечно благодарен». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok